Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня мы поговорим о том, как работать с виртуальным окружением Python и Visual Studio Code и решим проблему с установкой фреймворка Twisted под Windows. Идея данного гайда появилась во время просмотра одного из вебинаров в Skillbox о создании мессенджера и, собственно, гайд предназначен для новичков, которому он позволит сэкономить время с настройки их рабочего окружения. Итак, приступим. Запускаем Visual Studio Code и приступаем к настройке виртуального окружения. По сути, какую проблему решает виртуальное окружение, Virtual Environment? По умолчанию, пакетный менеджер PIP устанавливает пакеты как бы глобально. Большую часть времени это работает нормально, особенно если вы пишете небольшие скрипты, не имеющие огромного количества зависимости. Но если у вас несколько больших проектов, в которых используется что-то тяжелое и ломающее обратную совместимость между релизами, то такое поведение становится проблемой. Так вот, венф или виртуальное окружение – это инструмент, позволяющий создавать виртуальные песочницы с пакетами. Разные песочницы имеют разный набор пакетов разных версий. Работая над конкретным проектом, вы просто переключаетесь на подходящую песочницу и проблемы уходят. Итак, создаем папку нашего проекта. Назовем ее, допустим, Project 2. Так, теперь заходим в эту папку и инициализируем процесс создания виртуального окружения. Делается это следующей командой. Python, defysm, venf. И папка info – это папка, в которой, собственно, и будет создана наша песочница. В ней будут храниться файлы питона, необходимые для его работы, и библиотеки. Так, вот мы можем посмотреть, папка создалась. Мы заходим в следующую папку и под папку scripts, и активируем наше виртуальное окружение. Поскольку я использую PowerShell, то я активирую его с помощью скрипта ps1. Далее, с помощью команды pip-list мы смотрим базовые библиотеки, которые у нас установлены. Это, собственно, pip и setup-tools. Я показал вам, да, нам окружение предлагает обновить эти базовые библиотеки, что мы, в общем-то, сейчас и делаем. Обновили pip. И теперь обновляем таким же образом setup-tools. Так, вот наши библиотеки обновлены до последних версий. И теперь мы открываем заново, собственно, папку project2, чтобы был настроен правильно наш workspace в Visual Studio Code. И чтобы мы могли выбрать правильно интерпретатор питона, который мы будем использовать. Интерпретатор из виртуального окружения. Мы нажимаем на F1 и выбираем. Между глобальным и виртуальным. Мы выбрали виртуальный. Это можно увидеть теперь в левом нижнем углу. Далее мы опять активируем наше окружение. Чтобы можно было продолжить с ним работать. Так. ScriptActivate. Мы опять в окружении. И, собственно, мы переходим к установке библиотеки Twisted. Twisted. Что же такое Twisted? Twisted это событийно ориентированный сетевой движок, написанный на питоне, лицензированный под лицензией Mi.i.t. И, в общем-то, он использовался в основном в питоне 2 и в питоне 3. Он работает, но используется меньше. Сейчас используют больше I.O. Http, наверное, да. Но тот вебинар, который я смотрел, там использовали, собственно, эту библиотеку. И на ней все и застопорились. И для этого и пишется этот гайд. Мы написали pip install twisted. И сейчас видим процесс инсталляции библиотеки Twisted. Данная библиотека пытается скомпилироваться из исходников, и мы получаем следующую ошибку. Нам говорят, что в системе нет компилятора, и предлагают пройти по следующему адресу и скачать этот компилятор. Среду установки, простите. Можно установить всю Visual Studio. Это очень много гигабайт. Либо инструменты для сборки. Но даже инструменты для сборки будут весить около 4 гигабайт. Это очень-очень много. Поэтому мы будем использовать колеса. Wheel. Это специальный формат для установки пакетов. Он представляет из себя простой zip-архив с необходимыми файлами. При этом, по сути, в установке исключена стадия сборки. Что нам и нужно. По приведенной ссылке нам нужно обратить внимание на версию в названии, версия питона и архитектуру. То есть для моего случая это питон 3.7 и архитектура в Windows 64. Мы просто скачиваем этот файл и установщику pip указываем путь до этого файла. Я скачал в папку Project 2, поэтому, в общем-то, команда звучит как pip install и этот файл. И вот у нас... Да, все. Все успешно прошло. Так, и удалим этот файл. Sorry. Так, Linux.erf. Тут был непонятный. Давайте просто удалим с помощью Explorer. Извините, не помню, что там в PowerShell. Так, мы удалили файл, чтобы он не мешал нашему проекту. И создаем, в общем-то, уже наш файл питоновский, да, с которым мы будем писать код. Здесь, кстати, я и расскажу о следующей ошибке, с которой вы можете столкнуться. Итак, мы создаем файл twisted.py. И в него будем копировать код. Кстати, PyLint это такая интеллектуальная подсветка кода, который использует все правила PEPA 8, подскажет что, как и тому подобное. Это полезная вещь, можете ее поставить. Мы копируем код с сайта прям twisted, базовый код, который позволяет запустить нам эхо-сервер. Вот у нас высветилась структура этого кода, за что я люблю, в общем-то, Visual Studio Code. Видите, там показываются классы, функции, которые используются. В общем, это очень удобно. И мы пытаемся запустить наш код. Та-дам! И обваливаемся с ошибкой. Нам говорят, что нету модуля с именем twisted.internet, из которого мы, в общем-то, пытаемся импортировать нужные нам методы. Проблема заключается в том, что файл не должен называться так же, как библиотека. Поэтому мы переименовываем его в twisted.fun, ну, для примера. И запускаем заново. Бац! Мы опять обваливаемся с какой-то новой ошибкой. Теперь нам говорят, что нету модуля с именем win32.ap. Ну что ж, попробуем проинсталлировать эту библиотеку. Так, поднимаем команду. И пишем pip install win32.ap. Снова ошибка. Нам говорят, что репозиторий нету. Нету такой библиотеки. И тут действительно есть такая особенность. Библиотека называется немножко по-другому. Если вы зайдете в гугл и напишите win32.ap для... Поэтому... Ну, у меня такая подборка. То вы увидите, что данная библиотека называется pywin32. Вот это мы как раз напишем. Pip install pywin32. Та-дам! Ура! Все. У нас все качается. И мы, наверное, сейчас запустим наш код. Я очень на это надеюсь. Так. Большая библиотека, суд по всему. Так. Мы все проинсталлировали. И теперь запускаем наш код. Раз. Все. Код запустился. Мы решили, в общем-то, те задачи, которые хотели. И которые были освещены в начале нашего гайда. На этом все. Удачной вам разработки. И еще увидимся. До встречи.